приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про купальская колесница 9 07 во вторник днем в 12 мск стартует это событие заканчивается на 23 07 то есть через две недели опять во вторник заканчивается в 23 59 мск что это событие себя представляет у нас есть 15 заданий в каждом из которых принципе неплохие награды за все задачи можно получить 500 золота миллион кредитов 5 контейнеров путь воина личные резервы x3 каждого 25 инструкций на турбину и на прицел универсальная брошюра персональное учебное пособие 2d стиль заветный цветок если мы выполняем все 15 заданий они выполняются последовательно мы получаем танчик объект 259 а если он у нас уже есть а это прим танк советский 8 уровня тяжелый если он у нас уже есть мы получаем компенсацию 4 миллиона 400 тысяч кредитов в любом случае мы получим независимости от того есть у нас или нету стопроцентный экипаж а также слот в принципе у меня претензий к событию нет если посмотреть задания они нас не ограничивают как к определенным классом техники и так далее дурацких заданий по типу там набить урон на лт я не видел там задачи на победы ваши любимые есть задачи на урон задачи на повреждение модулей повредить там 35 машин заработать сколько-то там чистого опыта танкануть 16000 урона формануть 500 тысяч серебра попасть в топ-7 по опыту в общем задачи которые направлены на то чтобы вы просто играли до танчики можно определенные подбирать там допустим на маусе потанковать на какой-нибудь лтшки можно быстрее выполнить криты я знаю о чем вы подумали вы наверное подумали что я другой танчик посоветую на криты но все же на лт нанести 30 тысяч урона уничтожить 15 машин пробить 70 раз броню но это можно на лт-7 сделать у которого там премиумного много снарядов барабаня 10 раз попасть в топ-7 по опыту в общем задачки чем дальше тем все более масштабные допустим последняя задача заработать 20000 чистого опыта в принципе поиграть придется немало но это на две недели здесь нету каких-то идиотских заданий вообще у меня претензий к этому событию 0 по сути это просто для активных игроков кто более-менее много играет раздача просто прям танка это реально просто раздача для активных игроков и я бы не сказал что танчик прям самый плохой какой-то и ужасный да к нему есть претензии что он мог бы быть и получше и если у вас есть имбовые танки то он вам в принципе то слишком сильно то и не нужен есть танки повеселее такой танк получить это неплохо я на нем играл в принципе более-менее какой-то результат был далеко не самый лучший конечно на восьмом левеле если на имбе какой-то играть то результат будет гораздо выше но на этом танке как на танке поддержки из-под тяжка можно аккуратненько набивать урон потихоньку фармить и все именно примерно такой танк и должен раздаваться чтобы он не был супер имбой чтобы он не задушил рандом поэтому здесь как будто бы то самое легендарное редкое нормальное событие если вообще смысл быть ходе где-то тут недовольным и там он тут меняют химик в чате часто спрашивает жду или я этого деда терентия но получается жду у меня конечно этот танчик уже есть но я вам так скажу что я не люблю прям через силу много фармить если я получу 4 миллиона 400 тысяч кредитов это будет отлично так еще и по дороге я соберу по заданиям кучу народ что тоже хорошо в общем вот такое вот событие завтра днем для тех кто активный игрок начинается это событие ну поскольку летом все-таки хочется отдохнуть у меня вообще жара 42 градуса там он чуть ли не каждый день какие-то сообщения там от мчс высокая пожароопасность 42 градуса это вообще капец сидеть за компом играть это конечно тяжело но я для вас каждый день делаю видосы стримы несмотря на то что жарко кондиционера нет вентилятором я не пользуюсь потому что он иногда продувает меня поэтому приходится сидеть как в сауне но ничего страшного единственное что я вижу люди жалуются на задачу 850 чистого опыта заработать 7 раз то есть получается это надо за один бой хорошо сыграть но вроде как 850 опыта но для средних и ниже игроков возможно это какая-то такая высокая планка для меня же наверное это нет поэтому но я и не целевая аудитория поэтому я тут вообще как бы не являюсь измерителем этого задания на меня равняться смысла нет если это сложно ну получается что много заданий здесь на усердие на накатку большое количество боев одно задание видимо на сложность это 14 задание за которое дают 200 золота ну что я могу сказать такие вот задачи напишите в комментариях сложно это 850 опыта за бой 7 раз или нет также еще некоторые посчитали что там много боев надо будет накатать что-то типа чуть меньше 20 в день но допустим мне что-то кажется что можно и побыстрее также у меня есть еще два варианта как я буду это проходить я буду это на стриме вам показывать как правильно и быстро и удобно проходить эти задачи и на чем чтобы с кайфом по-быстрому пройти эти задачки получить танк или же есть второй вариант она там сама у меня все равно выполнится и можно отдельно прям не стримить у меня лично претензии к этому событию нет но возможно но да по продолжительности по количеству накатки боев одно задание у нас сложновато для некоторых наверное еще будет сложно тем у кого мало танков в ангаре у меня допустим танков много и под каждую задачу мне найдется определенный танчик на котором я быстро четко выполню в общем пишите свое мнение в комментариях сам бы варчик и рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока не понимаем поэтому Продолжение следует...